Друзья, всем привет! Доброе утро! Сегодня моя Дашка еле дождалась. Прошел такой ливень. Утром просыпаться очень тяжело было. Ливень хорошенький прошел. Промочила землю. Несмотря на то, что война еще идет, многие люди строятся. Интересная человеческая сущность. Завтра могут разбомбить, а мы строимся, а жизнь продолжается. Маги замечательные. И цветут. Недели уже очень. А вот и чайная роза пошла. Началась чайная роза. Я их обожаю. Лучший запах чайной розы. Ничего нет. Такая лужа. Я к тому, что дождик прошел неплохой. Промочил землю хорошо. Да, Дашка? Идем? Идем дальше. Все-таки моя девушка молодец, что меня дождалась. Идем дальше. Красивые такие рисы. Красавцы. Привет, Бузька. Порядок? Застеснялась. Ты застеснялась? Улыбок. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Поддерживайте мой канал. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ждем. Наш Титаник ждет своего времени. Хотела вам показать персик в этом году. Персики всегда болеют. В этом году заболели очень сильно. Курчалось. Мы уже их побрызгали. Пришлось обработать от этой болячки. Потому что если не обработаешь, персик пропадет. Главное, дичка не болеет. Болеет только колеровка. Вот такая называется курчавость. Но уже эти листья, заболевшие листья, они уже выздоравливают. То есть, скажем, после того, как мы их обработали, уже они обпадают. И появляются молоденькие. Это говорит о том, что персик выздоравливает. Молоденькие появляются. Здесь есть очаг заражения. Но мы их прижгли. Прижгли. Эти листья уже обпадут. А вот молоденькие уже идут хорошие. Но болячки существуют везде. Поэтому приходится бороться теми методами, которые есть. Раньше только народными методами боролись. Покажу вам смородинку. Сейчас посмотрим, если мы видели чайную розу, значит и это скоро пойдет. Скоро эта роза расцветет. А эта роза это Глория. Ей еще немножко надо далековато. И у нас еще есть такие супер поздние риси. Они очень красивые. Большие. Красивые. Но позднее-позднее. Ну а что нам говорит черешня? Гнили не видно. Это была одна ягодка, которую мы увидели. Вот так еще растут. Ну а травку надо обработать. Когда появляется мох, я засыпаю пеплом древесным. Покажу вам. Уголь еще остался. Мох после этого желтеет. И травка начинает расти. В противном случае мох вытесняет траву. Такая гвоздичка. Дикая гвоздичка. Она любит влагу. И весной, как такие маленькие пакеты, расцветает. Пока я не вижу, пока не вижу цветочков. Ну, наверное, только-только проснулась. И, друзья, хочу вам показать тамарил. Соседка нам презентовала. Мы только посадили. Или еще называется помидорное дерево. Ну, когда что-то увидим, покажем вам. Если помидорное дерево, значит, это из семейства посленок. Актинидия. Две рядом посадили. И девочка, и мальчик. Но почему-то еще нам плодов не дали. Пять лет. Ни цветков, ни плодов, да? Да, да. Спасибо. Самый главный агроном у нас... Это наш главный агроном, любитель. Пока плодов мы не увидели, конечно. Это наш помощник Дашка. Без нее никак. Покажу вам, какой был дождь. Двухсотлитровая емкость полная. Помидор скоро зацветит. Идем к нашему эксперименту. 1700. Помним, да? Мы назвали его 1700. Кто впервые подписался на мой канал и хочет знать, что это за помидор 1700. Напомню вам. Это помидор, который... Семечку мы посадили в декабре. Мы думали, что он нам на Новый год подарит помидоры. Но не получилось. И он вырос до высоты 1700 миллиметров. Мы его решили высадить. Помощники мои всегда возле меня. И есть первая клубничка. Всегда все первые ягоды. Обязательно раньше оставляли ребенку. Все самое вкусное. Ну, котусь. А сейчас держим внуку. Первое. Загадал желание и съел. Это самое первое. И еще одна клубничка. Мяу. Мяу. Кутусь. Дождь есть дождь. Все прекрасно поднимается. Капуста. Друзья, капусту рассадили. Это поздняя капуста. Много осталось рассады. Поэтому, если кто-то рядом здесь, возле нас, в наших краях, я с удовольствием поделюсь. Бесплатно. Пишите мне. Пока не поздно. Пока можно рассадить. Пока весна. Это наша подружка. Ой. Ну. Боягузка наша. Здесь у меня помощник. Так. Надо схватить. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Пишите комментарии. Поддерживайте мой канал. Когда мы с вами общаемся, пишем комментарии, больше людей видят мои видео. Развивается канал. Ну, я думаю, рано или поздно. Война закончится. Будем ездить. Главное, чтобы все были живы. Из крыши над головой. До новых встреч в эфире, друзья. Всего хорошего. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Теперь на голове. Будем только потрясать. Скаже фотографиях.